Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Один з гэтых вагонов отправиться у Казахстан, другий у російськую столицу. Зараз мостовый кран поднимает 4 тонны грузу. Все лето в Москву догрузили уже 1800 тонн лиття. Украина, Азербайджан, Литва, Фінлянда и Словакия. Гэта так само постоянные покупники продукции Централита. Худка до их повинна долучиться Чехия. У планах включения в гэты спис Испании, Италии и Франции. Бо дорожная арматура, так само литё для станка и машинобудования, яке готовы пропоновать потенциальным покупникам на заводе, высокой якости и приымального кошту. Завод Централит является как бы частично сезонным. Есть сезонные виды продукции, это дорожная арматура и продукция для градостроения. По началу весны объёмы резко увеличились и пошли хорошие отгрузки. При борьбе с конкурентами берём ценой, качеством, нашей мобильностью и сроками изготовления минимальными. Азербайджан сразумела, что пылное предприемство позволило снизить себе кошт, а лимая шмат миллиардные доуги. На Централите не только по выниках работы в первом квартале означено снижение вытворчих затрат, а ле и працуют рентабельно. Гэта значить, доуги отсутничают. С початку года экспорт продукции на заводе перевысил 2,5 миллионы долларов, а ее себе кошт сниженный на 5%. У Личбах гэта свыше миллиарду рублёв. А кроме того, в первом квартале отрымалася выяснена рентабельность працы на узроне свыше 6,5%. У сегодняшних экономичных умовах это вельми добрые показчики. Предприятие сработало с прибылью 4,5 миллиарда, ну и чистая прибыль 2 миллиарда. То есть достаточно высокий уровень позволяет предприятию также не иметь ни задолженности по платежам ни в бюджет, ни по заработной плате, ни также нет задолженности по плате за энергоресурсы. Покажек по энергосбережении селета склау амаль минус 9% при задании 3,5. Дорогие, доля энергоносбитов в складе с собой коштопродукции «Центролита» перевышает 20%. Это один из самых высоких покажек в Беларуси. Тому так важно снижать минавито гэтые выдатки. Например, тут отмывились от эксплуатации дорогих газовых котлов и заменили их на те, что працуют на мясовых видах палева. Ещё один затратный процесс – сушка пяску. Тут так само отбылась оптимизация процессу. Кабь его высушить до необходной вильготности, зараз тратится значительно меньше кубометров газу. Мы внедрили энергоэффективные горелки с компьютерным сопровождением. Когда компьютер по максимуму исключает человеческий фактор, заставляет горелки гореть с минимально возможным количеством газа, но, тем не менее, позволяющим высушить песок до нужных требований. Мы уменьшили до 40% потребления газа на этом. Передели вместо 25 метров кубических на тонну песка. Мы сейчас потребляем 17-18 метров кубических. За досягнение в 2015 году налевших вынников у науковой, науково-технической, инновационной и вытворшей деянности Институт радиобиологии признанный пероможцем и занесены на дошку гонору Национальной академии наук Беларуси. Наши корреспонденты наведали установу и подсекалися. Какие задачи стоят перед науковцами и радиобиологами празд 30 лет после авары НЧС. Институт радиобиологии был заснован у Гомеля одразу после катастрофы на ЧАЭС. В первые годы работы специалисты Института зарабили прогноз радиоактивного забружения территорий Беларуси и провели оценку поводенного радионуклеида в хлебе, в воде, поветре и в живых организмах. Выники доследования были покладены у основу концепции беспешного проживания насельства на забруженных территориях. Согласно этой концепции, на основе этой концепции были приняты два закона. Закон о социальной защите и закон о правом режиме территории. В совокупности с государственной программой, которая раз в пять лет обновляется, это все в совокупности определяет политику государства в решении проблем, которые у нас возникли вследствие чернобыльских катастроф. Сегодня Институт радиобиологии Национальной академии наук занимается оценкой динамики поводенного радионуклеида и прогнозирует радиационную ситуацию в зоне заражения. Но в каким бы направлении не вялись доследования, в основу за все достается здоровье и качество жизни людей, которые живут на забруженных территориях. Для того, чтобы извести до минимума мягчимость тропления радионуклеида в живые организмы, на науковой базе Института распроцвали минеральные удобрения для хлеба и биологические добавки корм живелам. Распроцовки Института выкористовываются и в харчовой промысловости. Это детские творожные сырки под названием фунтишка. Они имеются в розничной продаже, содержат биологическую активную добавку карбасил, которая создана на основе топинамбура, кальция и других микроэлементов. У центра уваги на уковой института так само радиоэкология. Калю в зоне радиоактивного забручування гарать лясы отбывается выкид не только в углекислого газу, але и радиоактивной сажи, якая разносится на сотни и тысячи километров. Такая ситуация представляет серьезную небезпеку дрогасного забручування радионуклеидами, який утрымливается у дравнини. Нами на сегодняшний день уже разработан программно-аппаратный комплекс, это лицензионная комплектная программа, которая, в принципе, при наличии лесного пожара позволяет моделировать процесс переноса радионуклидов на новые территории. Доследование института радио-биологии знаходяць патрымку як з боку державы, так и за мяжой. У вересній 2015-го постановой Президума Национальной Академии Навук было вырешено открыть на гэтой навуковой базе Международный центр минимизации радиоактивных рызыков. Ирина Вишневская, Юлия Хорошина, Вольга Вальшенко, Дмитрий Радзянко, телерадуя компания «Гомель». До 10 мая усе могилки, які знаходяться на територию Гомельской области, повинны быть приведены у належный стан. В первую чергу размова идея об уборце сметти и наведении парадку. Что перешхожает гэтому процессу, и какие меры будут приматься до представников мясовых органов улады в вынику невыконания гэтага потребования, подекавюся Олег Сентюров. В последние годы населенные пункты Гомельской области стали кудыбуш доброупорадкованными. Правда, тычится гэта поколь не усіх местов. Когда на центральных улицах частиня и перегожусь, то неде своей черги трапить на звалку чекают десятки тонн сметти. Гомельские могилки-асавцы – одна из самых великих у регионе, их территория клея 40 гектаров. Работники коммунальных служб укажут, что зимой сметти тут не вельми шмат, а ле с надыходом весны ситуация изменяется кардинально. У гэтая дни кожный тыдень асюль вывозится до 40 тонн отходов, для утолизации яких с бюджету кожный раз выдатковывается больших миллион рублёв. На передадне Радовницы объемы сметти, якое навод нелько выкористовывать для другостной перепросовки, повеличится у разы. А ле коли у городе проблемы по наведению парадку еще выращаются коммунальниками за счет бюджету, то у сельской местовости ситуация не такая однозначная. Отповедные работы тут оплачиваются местовыми советами с их невельми значными объемами финансования. Основная проблема здесь отсутствие контейнерных площадок, и население приходит, когда убирают отходы от уборки кладбищ, часто возникают несанкционированные свалки, но мы выдаем рекомендации. Сегодня на территории Гомельской области налечивается больше 2000 могилок. До 10 мая учесть мете отсюль повинна быть вывезена на звалки, и аж чеп раз два дни выканания гэтага потребования проверить экологи. У минулом годе за несвычасовое доброупорадкование могилок на пять базовых величин оштрафовали кля 20 старшинь сельских советов. У областным комитете природных ресурсов и аховы новокольного сяродзя кажуть, что имкнуться разуметь проблемы кожного, а ле коли рашенья на везение парадку будзе генерываться наумысно, протоколу за отповедным штрафом местовым керувникам не позбегнуть. Сгодно законодавством до речи максимальный штраф за несанкционированные звалки, складая 50 базовых величин 10 с половым миллионов рублев. За такие сродки на любых могилках можно навести идеальный парадок. В этом году я что никого не трогали. Мы им дали срок, предупредили, дали срок, но 10 мая я должен везде видеть парадок. Как только 10 мая прошло, я же отправлю своих проверить все. Не убрал, получай. Алексей Тюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Дарыши старшиня областного комитета природных ресурсов ховы новокольного сяродя Василий Маслак сегодня станет гостем программы «Диалог». Я на видеоэфиру у 19.10 хвилин одночасова на телеканалах «Беларусь-3» и «Беларусь-4». Почас эфиру будзе працаваць телефон про мою линии. Паведамеця в халючших проблемах, выказаць конструктывные пропановы можно по номары по отборочному туру конкурсу «Юная телезорка» отбылись в Рогачевским и Шлобинским районах. У полфинал творчего споборництва прошли лепшие за мальц 40 конкурсантов. Наши корреспонденты сошелись за тем, як спробовали покорыть журы «Юные телезорки». АПЛОДИСМЕНТЫ Моцная хореографичная постановка на открытии конкурсу и неверогодный вокал. Удельники кастинга у Рогачеве спевали на сцене и танцевали докладно большим конкурсанты застатних районов. Яркие в образы цикавые номары. Усяму гэтаму допомагала активная команда «Патрынки». Выпробовать свои силы и скористаться шансом стать телезоркой пожадали многие школьники. До конкурса рахтовалися некольки месяцев. Выступления отрымалися яскравыми, Бокожный конкурсант имкнулся стать пероморцем. Я хочу стать телеведущей, чтобы путешествовать по миру, чтобы открываться человеку, чтобы все знали меня. Я реально хочу работать там, где будет достаточно моей энергии и моего потенциала. И каким телеведущим какого жанра ты хотел бы быть, если вдруг победишь? Сложный вопрос. Честно, наверное, я буду вести новости. Стать телезоркой справа нелегкая. На Контахуя Ким повинны быть телеведущие, у конкурсантов Сожлобина свои меркования. Как думаешь, каким должен быть телеведущий, какими качествами обладатель? Мне кажется, больше всего это добротой и радостью, искренностью, чтобы он мог все рассказать, чтобы он сказал, и люди все поняли. Телезвезда это популярная девчонка. Мне очень нравится петь. Но моя мама против, говорит, иди, садись, учи математику. Я говорю, мама, я буду телезвездой. Скороговорку можешь прямо сейчас? Могу. Давай. В четверг, четвертого числа, в четыре четверти часа лигурийский регулировщик регулировал лигурий. Но 33 корабля лавировали, лавировали, да так и не выловировали. 36 удельников презентовали свои визитовки членам журы со сцены Жлобинска Центра творчести Детей и Молоди. Талиновиты кожный школьник, некоторых смело можно запрашать на телебачение уже зараз. Однако яны повинны пройсти еще по финалу и финал телевизийного конкурса. Первое мероприемство отбудется у мая и другое у червени этого года. Плануется, что отбор финалистов будет ожитивляться за сотни удельников и только шверть от этой личбы сможет пробиться в финал, как продемонстровать свои промоуницкие сдольности и стать ведущим детячей телепрограммы. Александр Гамоля, Михаил Рабкоу, телерадиокомпания Гомель. На набережной Ракисош прошел легкоатлетичный пробег. Его удельниками стали каля трехсот наученцев спортивных школ профсоюзов. Легкоатлетичный пробег мает 20-годовую историю. Пять годов он просвеченный памяти былого директора областного спортивного клуба профсоюзов Владимира Макаранки, який унес значный уклад в развитие профсоюзного спорта. На подобных споборницах объедновываются усе школы. За перемогу смагаются борцы, футболисты и плавцы. По традиции легкоатлетичный пробег открывает серую весновых турниров, який будут проходить под эгидой профсоюзов. Объединяет всех наших детей, которые занимаются профсоюзных школах. Это гордость за флаг, за общество. Здесь они между собой общаются, вы видите. То есть это дает еще одну возможность пообщаться профсоюзным как детям, так и тренерам различных видов спорта. Еще раз пообщаться, обсудить какие-то свои вопросы, ну и естественно получить такой хороший заряд на чистом воздухе в прекрасном месте. И на этом по кулисеузе разведем подей сошитие по наших выпусках. А я с вами разведываюсь. До побожения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова